ура заработала здрасте дорогие друзья привет заработала заработала вот еще один наша веселая компания вас приветствует всячески и тянется мой друг мишка из некоса который был раньше буром стал белым и сам по себе пришел в гости к нам чебурашка как-то пришел и сказал дядь миш научи меня актерском мастерству ну ладно сказал ему давай буду потихоньку учить сначала хорошо видно и мишку видно всем все хорошо видно ольга вершинина александр лановой евгений третий оков присоединился констант грязанцев в общем так или иначе мы выходим в эфир с продолжением сказки про не стреляя про и стреляя в городе я сказать вам очень благодарен за то что вы не принимаете участие смотрите отзываетесь потому что если бы вы не проявляли этого участия то может быть сказка про и стреляя было бы написать бывает лежит там рукопись и и лежит себе и руки до него не доходят так ставишь себе задачу что тебе нужно обязательно выйти потому что тебя ждет любимый зритель который ждет приложение сказки в эфире я мишка теперь еще чебурашка который неизвестно откуда появился у нас на концерте а он нас появился с концертом моего дня рождения не не рожденщика чего появился долгожданной встречи да у нас здесь будет так вот ну естественно оператор нашего эфира елена пичук строго следить за тем чтобы все пикселы были на месте яна снится натали бугреева присоединились мы немножко тут сделали апгрейд по технике поэтому там сигнализируете видно нас не видно слышно не слышно и насколько это хорошо видно слышно и так предыдущей серии чем дело закончилось с нашими стреляем не стреляя значит схватили ищейки когда они золотую рыбку спасли не стреляет аня и маська спасли золотую рыбку отпустили ее она уплыла они уснули на скамейке значит ищейки министра паутина накинули на них сеть и от потащили в полицию в полиции в это время полицейские значит пытали сначала господина григорьева потом мадам григорьеву и мадам григорьева а пытал лично пытал то тупилов тупилов майор тупилов который мечтал стать генералом а попаду к там ефрейтор попаду к который был браконьером сидел и мучил в уголке котенка на обрезал ему с его были усы котенка как у меня может еще и больше он взял мой обрезал усы и сидел развлекался в ефрейторах только отпустит котенка то потянет на себе за хвост а тут ему дал сразу бой котенок и убежал под сейф его значит в это время майор тупилов стал допрашивать мадам григорьеву а мадам григорьева обиделась на то что он оскорбил ну смысле полицейский оскорбил ее супруга как приложилось так что майор тупилов оказался под столом и как раз вот в этот момент забегает попаду к ефрейтор говорит разрешите доложить увидел это все остолбенел не ждал увидеть своего начальника под столом тот под столом мадам григорьев стоит хихикает вот ну и майор ну чего ты попу уставился спасил майор не видишь протокол подписываем ручку потерял и шу куда она закатилась наверно твой кошак украл мадам григорьева хихикнула ну вот же ручка прямо на столе заметил попаду к и опустился на корточки чтобы подать начальнику его пропашу а начальник еще сидел под столом молодец попа сказал майор вылезая из по стола и чё ты прибежал чё доложить чего хотел так это не стреляй попался радостно прообещал попаду к да я не стреляю тут обиженно возразил тупилов да и не попался я я просто ручку искал под столом искал с кем не бывает да нет нет повторил попаду к не стреляй попался не стреляй это который лесник так его зовут не стреляй а фамилия не стреляй а вот оно что взяли такие негодяя сбылось радостно выдохнул майор все теперь я генерал прикажите привести товарищ генерал види попа расплылся в улыбке тупилов открылась дверь и полицейские втолкнули не стреляя станей пленники были замотаны в сеть на руках у нас и не стреляя находился щенок мазька не стреляю шкатанюша бросилась к ним мадам григорьева и стала распутывать сеть полицейские не стали мешать куда теперь арестанты 90 из полиции погонники веселились на всю катушку они праздновали победу браконьер попаду к новоиспеченный генерал тупилов все полицейские охрана паутина окружили пленников и радостно над ними потешались они улюлюкали исполняли свой дикий ритуальный танцевать они специально толкали пленников ну так чтобы веселее было попаду к уже достал из сейфа шампанское стал разливать по стаканам а майор тупилов достал пистолет и стал радостно стрелять не стреляя молчал глаза его сверкали ну чё молчишь эколог хренов скажи что-нибудь обратился к нему тупилов или спой чего подхватил кто-то из охраны или станцой точно станцуй гоготали погонники и девки твои пусть спляшут правильно говорю пусть спляшут мазька испуганно озирался по сторонам он сжался к ногам не стреляя но не скулил мазька рычал ой какой страшный у тебя волкодав эколог сегодня мы его утопим вместе с кошаком подхватил попаду к как тебе наш праздник лесничок правда хороший праздник или помещение тебе не нравится сейчас понравится а может тебе компания наша не нравится чтобы вы провалились сволочи прохлепел не стреляй в ответ погонникам чтобы вы провалились ко всем чертям вместе с вашим праздником с вашей компанией вместе с вашим поганым помещением и только он это сказал серая комната вдруг наполнилась радужным светом тут и там зазвучали колокольчики в окне за решеткой промелькнул большой рыбий хвост погонники сразу замолкли будь по-твоему мой спаситель сказала золотая рыбка по моему хотенью наоборот по твоему хотенью по моему велению провались сию минуту полицейский участок вместе со всеми полицейскими провались ко всем чертям 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 и тут кафельный пол треснул и стал медленно проваливаться лопались и рассыпались кирпичные стены потолок тоже крошился и сыпался в образовавшуюся пропасть туда же с воплями проваливались и полицейские и мебель и оружие и наручники и сейфы и портрет самого паутина тоже полетел прямо вниз некоторые погонники пытались удержаться на краю пропасти но тут из-под земли выскочили веселые чубазые существа такие с рожками с такими с пятачками с хвостиками смеясь и дурачась эти ребята столкнули остатки полицейских прямо в яму и сами попрыгали вслед за ними все вокруг шаталось гремело ломалась падла и проваливалась в огромную пропасть только маленький островок на котором стояли наши друзья неуязвимый прочно стоял на месте из-под падающего сейфа выкарабкался котенок ну которого мусил попаду-ка как акробат он вскарабкался на сейф сейфа перескочил на падающий стол оттолкнулся что из силы и метнулся из пропасти вверх туда на тот островок где спасались наши герои прыгнуть то он прыгнул а уцепиться то не уцепился коготки скользили по кафельному полу и уже по сути почитаю он упал обратно в пропасть но щенок мачка быстрым движением схватил его за загривок и потянул на себя он сам чуть не упал в пропасть но тут их обоих подхватил не стреляй вот такая вышла серия а что было дальше я расскажу в следующий раз в следующий раз он наверное даже будет заключительный мы подходим к финалу нашей истории предыдущей серии вы сможете посмотреть в интернете а в следующий раз да мы подберемся к финалу сказки которая называется не стреляй в городе к вам будет большая просьба друзья вы там определитесь понимаете что в нашей сказке появился герой которого мы никак еще не называем котенок может подскажете как мы его назовем ну осталось мне только попросить с нами сказку Анна Галущенко Олег Иксанов Елена Поастелла Анна Русина Наталья Милованова Илья Вардиев Андрей Дегтяренко Борис Груст Ирина Ростовская Ольга Хорок Евгения Евгения Витек Райчук ну в общем да вижу 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 лайки тризанцев про Москву да это были да и Украина и Германия и Америка Америка была мы рады что сказка долетела до этих краин и в общем то 1 и 2 мая а москвичи были интересные да москвичи были или нет москвичи я направил свои стопы туда 1 мая в центре Сахарова будет специальный концерт для взрослых такой о серьезных вещах а 2 мая это будет в центре Сахарова будет такой фестиваль ежегодный муза непокорных вот муза есть такая есть муза такая покорных такие покорные все такие стелятся про любовь про природу и про погоду и все и все вне жизни есть такие непокорные вот 1 мая в центре Сахарова будет муза непокорных и художники которые не боятся сказать свое слово они там исполняют свою песню а вот 2 в центре Сахарова надеюсь вы знаете где находится а 2 мая я сделаю наоборот лирическую программу она тоже непокорная но она такая все таки о любви про любовь концерт для любимых и это будет состоится в клубе под названием гиперион знаете ионизатор такой гиперион вот и это книжный клуб книжный магазин да чем он хорош он тем хорош и тот и другой клуб хороший тем что это не кафешка где вам будет мешать ходить мелькать какой-то официантов влекать от действия и какая-нибудь быкующая публика будет ржать индукты себе рассказ между делом это вот нормальные залы нормальными стульями где мы встретимся с глазу на глаз и сможем общаться я буду петь смотреть вам глаза даже может если что адрес Кохловский переулок дом 7 в москве так что москвичи у михаила на стенке стоит пост такой про этот концерт и вы перепостите кто может да обязательно ну и не идут москвичи может кто-то поедет вот балясников и поедет ну балясников почти москвичи да почти москвичи может действительно тоже подъедете в Москву к этому сроку какие-то два света спланируете последнее объявление на сегодня это объявление то что песня 21 будет минут через 40 в нашем эфире это и программа для взрослых вот наверно все блин я что-то забыл если чего-то забыл я скажу об этом через 40 минут спасибо что были бы с нами показывайте сказку своим друзьям знакомым детям и не только пока 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 пока